Что же, я приветствую всех, братья. Интересное противостояние еще нас ждет на следующей карте UFC. Кстати, насчет Рафаэля Физиева и Рафаэля Досанеса. Кто ставил, поздравляю. Да, рискованно не зашла. Я предполагал, что Рафаэль Физиев, скорее всего, судейским решением. Но так сложилось, что в пятом раунде произошел такой нокаут. Но мы начинаем. Брайан Артега против Яира Родригеса. На самом деле, очень интересное противостояние. Над ним пришлось поморочить голову. Брайан Артега набрал нереально классных оборотов. В прошлом поединке проиграв только Волкановскому. Но опять-таки, Волкановский это чемпион. Это чемпион, и Артега очень себя неплохо показывал. Накидывал опасные гильотины. И, в принципе, не сказать, что Волкановский прошел в доминирующей манере. Но, в принципе, выиграл по делу. Но этот поединок лично мне показал, что Артега прогрессирует. И прогресс был заметен. Яир Родригес показал классный поединок с Максом Холлоуэем. Да, последний провел. Но, опять-таки, есть одно но. Но, как показал последний поединок Холлоуэя Волкановского, все так-то Холлоуэй подсдал. Накопился урон за столь молодые годы. Столько боев, всего остального. И, в действительности, то, что Яир Родригес попал, скажем так, в удобный момент. Несмотря на то, что все же Холлоуэй он проиграл. Но это противостояние очень интересное. Артега разносторонний, разноплановый боец. Что же касательно Яира Родригеса, ярко выраженный ударник. И, как показал поединок с Холлоуэем, Яир тоже, в принципе, не стоит на месте в ударной технике. Артега, конечно же, универсален. В стойке ему может быть очень неудобно с Яиром Родригесом. Но переводы должны вполне себе получаться. Так как, если это с Волкановским, с чемпионом получалось, то с ярко выраженным ударником Яиром Родригесом это будет не более проходить. На самом деле, предложу несколько вариантов. Да, наверное, моя основная ставка это в какой-нибудь экспресс. Только это Яир Родригес не победит досрочно. Но там и коэффициент не будет интересный. Это какой-нибудь экспресс. Чистая победа Артеги, я считаю, что борьба вполне может проходить с Родригесом. Чистая победа просматривается хорошо. 1.65-1.7 на разных конторах по-разному даются на Брайана Артегу. И я считаю, что если у ударки Яир может реально много проблем создать Артеги, то если Артега будет подходить с умом, а я думаю, он будет подходить с умом, я считаю, что Артега, в принципе, может и финишировать, накинуть какую-нибудь гильотину, болячку, удушку тому же Родригесу. Это все может быть. Но посмотрим. И в стойке Артега тоже не стоит на месте. Можно сказать, прогрессирует. На риск вариант какой-нибудь вообще рискованный экспресс. Я бы рассмотрел победу Артеги все-таки судейским решением. Коэффициент, наверное, будет за 2.5-2.6. Думаю, на этот исход свободно будут давать. Такие мысли у меня по данному противостоянию. Делитесь своими мнениями в комментариях. Ждите новых прогнозов. А так у меня на этом все. Спасибо. Спасибо.